...защитного и атакующего вооружения на человека второй половины, первой половины XI века и середины XIV века. Чем отличаются данные два комплекта? Тем, что раньше, в X-XI веке, железок было маловато, и поэтому корпусный доспех был большой редкостью. В отличие от доспехов XIV века, когда железное производство уже гораздо было развитием, и поэтому одевали и закрывали все, что могли. Это называется меч. Наверное, все смотрели фильмы, да, исторические, ходили в музеи, видели, что это такое. Меч отличается от мечей фильма в том, что он не весит 16 килограмм, и даже 10 он не весит. Настоящее боевое оружие весило порядка 900 грамм до полутора килограмм. Это настоящее боевое оружие. Режущая кромка могла находиться как с двух сторон, да, то есть это классический обоюдоострый меч, так и с одной стороны, он заточен. Это щит, уважаемые зрители. Он сделан из досок, он не фанерный. Если здесь посмотрите, с другой стороны, он обшит кожей, но под ним можно увидеть силуэт отдельно собранных досок. Щит был достаточно тонкий, делался из самого, так сказать, близкого к дому дерева, потому что это был расходный материал. Его чаще всего ломали, его чаще всего разрубали, в него втыкались копья, и поэтому его хватало не очень надолго. Щит эпохи викингов, то есть эпохи 8-11 века, отличается тем, что имеет характерную тарелку в центре для защиты руки. Если вы посмотрите, здесь есть выемка под руку. Вам видно? Это непосредственно для того, чтобы защитить руку, поскольку сам щит от тяжелого удара, скажем, топора. Продемонстрируй нам удар топором в щит. Пожалуйста, так же наметите. Хороший удар в щит, это при условии, что топор-то туповат, да? Мы ими все-таки бьемся по-настоящему. Оставляет нехилую вмятину. Острый же топор разрубает щит в щепки. То же самое, что и удар мяча. Так вот, этим отличается защитное вооружение. Что касается одежды. Одежда у людей раньше была достаточно простая. Ширилась по простой прямой выкройке, но отличалась тем, что у богатых людей она обшивалась шилками. Видите, звери разные. Шилка, все сделано вручную, все домотканное. Как бы, то есть, даже в наше время мастерицы сидят за станками и ради того, чтобы богатыри их оделись в красивые шмотки, делают ткани своими руками. Что можно еще сказать о комплекте дружинника и вообще воинах? Часть комплекта это ремешок. Если сейчас мы не придаем такого большого значения ремню, то раньше он служил символом определенного отличия. То есть, это было своего рода украшение. Вот эти вот бляшечки латунные, да, не видите? Вот эти вот бляшечки на поясе, они сделаны из латуни, то есть из бронзовых сплавов. И когда они натирались, да, они прям парлировались, они блестели на солнце и выглядели как золото. Но поскольку не все могли позволить себе поставить золото на пояс, ставили такой материал. Одевали много разных поясов. Классическим элементом костюма является нож. Ножи настоящие, то есть, тут у нас реконструкция 100% и можно побриться. Но если у кого-то очень ягкие волосы, их даже легко состригать, потому что не бритвенная заточка, но все-таки обычный классический нож с резной рукояткой. Также в костюме присутствуют разные сумочки и так далее. Шлем. Забыл, потому что у меня на голове, а я его не вижу просто. Вот. Шлем. Он тоже железный. Шлем железный. Это кольчуга. Но кольчуга делается не просто из сведенных колечек. Вот, посмотрите. Детишки, смотрите. Кольчуга делается из колечек, половина из которых вырубается из листа. Залеком вырубается. А вторая половина раскручивается, плющится. Там делается специальная площадочка, которая прокалывается и в нее вставляют заклепку. Такая кольчуга называется клепонасеченная. Это тоже большой и, так сказать, фундаментальный труд. За один вечер такую и не сделают. Касательно нашего воина более позднего сотни вековья. Он одет в панцирный доспех. А какого? В Довмоне, да? А князя Давмонта. Это псковский князь. Вот, в частности, ребятишки, которые там были в холоде, они приплывают примерно из того же региона, откуда Геннадий на этот панцирь. У него есть зерцало. Это специальный элемент доспехи, который закрывает солнечное сплетение от прямых, например, копейных ударов. Потому что удары в корпус, несмотря на то, что закрывает и защищает очень хорошо, а их все-таки можно пробить. А солнышко должно быть закрыто. Так вот, в принципе, как вы видите, шмотки в целом похожи. Никаких особых различий нет. И для неспециалиста понять, как бы сложно, к какому веку относится тот или иной рыцарь Витис. Вызывайте, как хотите. Вот. Воин, да. Лучше всего воин. Так вот, сейчас мы маленечко помашем оружием, а потом можно будет с нами сфотографироваться.